Азербайджан сейчас ведет позорную двойную игру, причем, с одной стороны, высказывание дочери не на уровне помощника президента Мет Гаджиев, который заявил о том, что достигнуто якобы принципиальное соглашение об одновременном разблокировании Лачинского коридора и дороги на Агдам, но при этом обвинил власти Арцаха в том, что это уже армянская сторона, арцахская сторона отказывается от такого рода соглашения. Это все равно, с моей точки зрения, как протянуть палку тонущему человеку, но в тот момент, когда он протягивает руку за этой палкой, тут же ее отдернуть и сказать, что это он сам не хочет спастись. Мы все прекрасно понимаем гуманитарный кризис, который сейчас уже который месяц развивается в Арцахе, и вот такая позиция официального Баку, что это сам утопающий не хочет своего спасения, она, конечно, абсолютно лицемерна и абсолютно людоедска. При этом стоит понимать, что тот российский груз, который должен был направлен быть по дороге Агдам-Аскаран в направлении Степана Керта, это груз российского Красного Креста, то есть это абсолютно гуманитарный груз, который призван спасти абсолютно невыносимую ту ситуацию, которая сложилась в территории Нагорного Карабаха, Арцаха. Армянская сторона фактически пошла на то, чтобы этот груз последовал именно по дороге через Агдам, что воспринимается, в общем-то, как уступка определенная азербайджанской стороне, но эта уступка не была принята как акт доброй воли, а скорее была расценена как акт слабости. И поэтому Баку сейчас на словах, признавая и гуманитарный кризис, и важность разблокирования транспортных коридоров, продолжает блокаду Нагорного Карабаха, Арцаха и рассматривает гуманитарный кризис как рычаг давления на Степана Керт и отчасти на Ереван, для того, чтобы уже закрыть вопрос армянского Арцаха в той редакции, которая необходима Баку, то есть полного подчинения армянской де-факто сейчас автономии, интересам официального Баку. Наиболее вероятным является продолжение такой политики протягивания, дергивания, как говорится, палки или спасательного круга, как угодно назовите это, с тем, чтобы держать кризис гуманитарной в Арцахе полностью неразрешенным, но, с другой стороны, не допускать присутствия международных наблюдателей, какого-то резонанса по отношению к судьбе арцахских армян, то есть, возможно, на каком-то этапе грузы снова будут пропускаться, после чего опять коридоры будут перекрываться, и вот такая политика не дать, с одной стороны, полностью утонуть, то есть разразиться уже острейшему гуманитарному кризису, но, с другой стороны, держать Арцах на голодном пайке, это будет позицией Баку, которая должна, по его мнению, усмирить любые попытки к автономизации армянского населения Арцаха.